Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Компания «АвтоСтронг-М» – это компания, в которой 160 тысяч качественных запчастей, которые мы привозим с разборок в Европе и Великобритании. Также не забываем, что у нас горы навесного оборудования, отличный сервис и быстрая доставка. Сегодня мы разберем японский агрегат от Nissan QR20DE. Двигатель QR20DE пришел на смену старому доброму SR20DE в 2000 году и выпускался аж до 2013 года. В двигателе QR20DE – алюминиевый блок с открытой рубашкой охлаждения, цепной привод ГРМ, фазовращатель на впускном распредвале, в приводе клапанов гидрокомпенсаторы отсутствуют, а в картере находится модуль балансирных валов. Этот двигатель весьма заурядный и не блещет надежностью. Его устанавливали на большое количество автомобилей Nissan с 2000 по 2013 год. Для европейского рынка это Nissan Premiera P12 и X-Trail T30. Модели для дальневосточного рынка это Tiana, Sirena, Liberty и другие. Мы будем разбирать двигатель QR20DE с Nissan Premiera 2002 года с пробегом 220 тысяч километров. Двигатели, выпущенные до 2004 года, стали участниками отзывной компании. Дело в том, что из-за некорректной прошивки двигатель на холодную заливал свечи. Лишнее топливо попадало в катализатор и разрушало керамические соты. Керамическая пыль попадала в цилиндры, что, естественно, приводило к задирам. Следом шел масложор и падала компрессия. В некоторых случаях эта керамическая пыль буквально забивала цилиндры. Отдельная тема – это запуск этого двигателя по утрам. Даже после перепрошивки этот двигатель плохо заводился на холодную. То есть, он может, так сказать, схватить, поработать пару секунд, а потом заглохнуть. То есть, захлебнется излишне впрыснутым топливом. Замечено, что таких проблем нет на моторах с отмытыми перед холодным сезоном дроссельными заслонками и исправными датчиками массового расхода воздуха. Течь масла дает прокладка клапанной крышки. Резиновый уплотнитель меняется очень легко. Также течь масла дают сальники свечных колодцев. Из-за этого свечи буквально погружаются в масло. Меняются эти сальники проблематично. Их буквально надо выковыривать и на их место запрессовывать новые. Иногда выходит из строя датчик положения коленвала. Из-за этого двигатель плохо заводится, теряет в тяге, работает нестабильно, еле набирает больше 2000 оборотов. К тому же перестает работать тахометр. И это не самая дорогая проблема этого двигателя. Если обороты плавают, то дроссельную заслонку надо чистить. После чистки и установки обратно дроссельной заслонки ее нужно откалибровать. Это можно сделать без специального оборудования. Заслонка часто засоряется из-за залегания поршневых колец и из-за появления большого количества масляных паров в газах, отводимых системой вентиляции картерных газов. Также снятие заслонки может понадобиться для замены ее прокладки, которая может со временем пропускать неучтенный воздух. В нашем случае катушек на двигателе не оказалось. Но мы знаем, что в «АвтоСтронг-М» есть практически все. Мы принесли катушки с Nissan X-Trail и с Nissan Primera P12. Оригинальные катушки ходят долго и выходят из строя только из-за старости. Аналоги и заменители ходят намного меньше. Но зачем вам аналоги и заменители, если есть отличные бэушные оригинальные катушки по лучшей цене в «АвтоСтронг-М». Обычно проблемы с катушками проявляются при прогретом двигателе. То есть, когда двигатель достигает своей рабочей температуры. То есть, двигатель может начать троить и чуть ли не глохнуть. Обычно, когда катушка неисправна, появляется чек-энжин. Также неисправность катушки может исчезать после прогазовки либо же после того, как двигатель поездит под большими нагрузками. Для поиска неисправной катушки лучше снимать разъемы с топливных форсунок, а не с катушек. Потому что если вы снимаете разъемы с топливных форсунок, когда двигатель работает, это никак двигателю не повредит. Но если вы снимете разъем на работающем двигателе с катушки, то тогда это может повредить блок управления. Ну что, вводная часть закончена. Не забывайте, что в «АвтоСтронг-М» вы всегда можете воспользоваться картой покупок от «Белгазпромбанка» и картой рассрочки «Халва» от «МТ-Банка». Ну а сейчас мы встречаем нашего любимого Пашу. Мы начинаем нашу разборочку. В двигателе QR20DE два термостата, вернее, один термостат и один распределительный клапан. Расположенный на ГБЦ, распределительный клапан отвечает за циркуляцию охлаждающей жидкости между ГБЦ и отопительным салоном, то есть печкой, и соблюдает баланс температур ГБЦ и блока. В системе охлаждения двигателя никаких проблем нет, но сами термостаты недолговечны. Выходят из строя и тогда двигатель перегревается. Странная настройка блока управления двигателя не отражает повышение температуры двигателя, пока охлаждающая жидкость не нагреется до 108 градусов. Хотя считать и следить за температурой этого двигателя можно при помощи недорогого китайского сканера. Так, в принципе, и поступают некоторые владельцы автомобилей Nissan. В любом случае двигатель по-любому перегревается. Возникает неравномерное расширение, и это приводит к пробою прокладки ГБЦ. В самых показательных случаях блок буквально поднимает ГБЦ или она деформируется. Но ГБЦ поддается шлифовке, и ее можно установить на новую прокладку и эксплуатировать двигатель дальше. Хотя случаи трещин в ГБЦ случаются. Также перегрев двигателя можно получить из-за загрязнения радиатора или же эксплуатации некачественного радиатора. Сняли клапанную крышку. Вот эта резиновая прокладка, которая легко меняется. А вот это сальники свечных колодцев, которые меняются с трудом. По состоянию кулачков распредвалов у нас никаких вопросов нет. Но очень интересно, что лаковый налет распределен неравномерно. То есть ГБЦ у нас относительно чистая, а вот на распредвалах обильный налет. Регулировать клапаны на данном двигателе надо каждые 90 тысяч километров. Обычно в регулировке нуждаются выпускные клапаны, потому что они поджимаются. Из-за этого двигатель начинает терять мощность, есть больше топлива и иногда даже происходят пропуски зажигания. Двигатель может начать троить из-за скапливания нагара на тех же выпускных клапанах. Это обычно происходит при очень бережной эксплуатации. Обычно на двигателях с автоматом. Из-за нагара клапаны плохо закрываются, и это приводит к пропускам зажигания. Вылечить такую проблему можно более резвой и агрессивной ездой. Установленный на впускном распредвале фазовращатель достаточно надежный. За подачу к нему масла и за регулирование фаз отвечает вот такой гидравлический клапан с соленоидом. Проблемы с этим механизмом случаются из-за засорения сетки управляющего клапана. Но обычно с фазовращателем ничего не случается. Но если фазовращатель все-таки износился, то вы обязательно услышите какое-нибудь тарактение, как будто бы растянулась цепь. Ну и увидите на приборной панели соответствующие ошибки. Субтитры создавал DimaTorzok Сняли крышку газораспределительного механизма и заметим, что в ней находится маслонасос. Цепь здесь пластинчатая Morse и она растягивается. На растяжение цепи указывают малозаметные симптомы, такие как ухудшившиеся отклики на газ при очень малых оборотах. Двигатель дольше запускается, а также незаметные бубнения в выхлопной системе, когда мы резко отпускаем газ. Затем при дальнейшем растяжении цепи появляется нестабильный холостой ход и скрежет цепи при холодном запуске, а также при резких разгонах. А при сильном растяжении двигатели вовсе не заводится из-за рассинхронизации показаний датчиков распредвала и коленвала. Также рассинхронизация происходит при перескоке растянутой цепи. При перескоке цепи на один-два зуба поршние клапана в этом двигателе не сталкиваются. Также были случаи, когда цепь изнашивала свои шестерни, то есть на шестернях была выработка. И тогда цепь надо вменять вместе с шестернями. Данная цепь ходит по 200 тысяч километров. Уделять ей внимание надо при ошибках по датчикам распредвала и коленвала. А самый верный способ определить ее растяжение – это сравнить осциллограммы датчиков распредвала и коленвала. В нашем случае цепь здесь растянута, потому что шток выдвинут на значительное расстояние и по состоянию шестерен видна выработка. Рассмотрели мы шейки распредвалов. Немного потертые, но ничего критичного. Как видите, гидрокомпенсаторов здесь нет и регулировка зазоров происходит самым неудобным образом. То есть надо покупать и подбирать вот эти тарельчатые толкатели. Продолжая разговор о частых пробоях прокладки ГБЦ, скажем, что при пробое прокладки ГБЦ антифриз начинает поступать в цилиндры. И из-за этого появляется белесый пар из выхлопной трубы с характерным запахом. Также заметим, что антифриз может попадать в цилиндры не при всех режимах работы двигателя, а только при сильных нагрузках. И заметим, что эта проблема с поступанием антифриза в цилиндры может только прогрессировать. В нашем случае прокладка целая, а это двухслойный металлопакет. Ну и по ГБЦ вообще никаких вопросов нет. Блок здесь алюминиевый, с открытой рубашкой охлаждения. И многих волнует вопрос, гильзован ли он? Отвечаем. Гильзован. И никакого алюсила или некосила здесь нет. Кроме того, производитель предусмотрел один ремонтный размер поршней и поршневых колец. Поэтому один раз этот блок можно проточить. По состоянию хон здесь практически отсутствует и видны потертости на стенках цилиндров. Это не задиры, но износ есть. И количество нагара на донышках поршней все-таки многовато. Вот балансированные валы. Приводятся они цепью Морзо такого же типа, как и цепь ГРМ. Морзо может растянуться, и тогда владельцы выбирают вариант выкинуть ее и оставить двигатель без балансированных валов. Морзо. Вы, наверное, обратили внимание на многослойность конструкции двигателя QR20DE. Там есть маленький поддон, поддон побольше и вот такая вот постель коленвала. Она алюминиевая. Вкладыши у нас потертые такими полосками, которые ощущаются на ощупь. Это, естественно, из-за мусора в масле. Масложор – это неизбежная участь этого двигателя. Данный двигатель начинает есть масло при пробеге в 200 тысяч километров. Есть масло на угар из-за залегших маслосъемных колец. Эту проблему не решить, даже если вы будете менять масло каждые 7-8 тысяч километров. Проблема с масложором решается только заменой маслосъемных колец. В нашем же случае все маслосъемные кольца залегли и свою функцию не выполняют. Также потертые юбки и также изношены шатунные вкладыши. Такой характер износа, а именно полоски, мы видим и на шейках коленвала. Это не из-за нагрузок на двигатель, а из-за мусора в масле. Также обратим внимание, что двигатель QR20DE обходится без маслофорсунок. Разборка закончена. И вот такой интересный двигатель мы сегодня разобрали. Его надо оберегать от перегрева, то есть следить за термостатами, а также готовится лечить масложор путем замены поршневых колец в лучшем случае. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях, то обязательно подпишитесь на наш канал. Оставьте комментарий, поставьте обязательно лайк. Также заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».